Некоторые люди нередко предъявляют мне что-то типа, не нравится тебе в России, так вали в свою Америку. Я, кстати, давно мог бы уехать и в Америку, и в Европу, и вообще в любую страну мира, кроме, наверное, Туркменистана. Жить хоть на берегу океана, хоть в удобном большом городе, но я не хочу. Мне здесь хорошо и пока не вижу ни одной причины уезжать из России, тем более в Америку. Не, ну вы серьезно, в Америке даже нет нормального кофе, там за каждый чих с вас требуют деньги, оплатить американские налоги я уж точно не готов. Ладно, даже если вас все устраивает, просто ответьте мне, как нормальный человек может жить в стране, где все измеряется дюймами, милями, фунтами и градусами Фаренгейта? Я лично пас, но если вдруг вы уже твердо решили свалить в США, так уж и быть. Я расскажу вам про 10 способов, как это можно сделать. И прежде чем мы приступим, хочу поблагодарить Puzzle English за помощь в подготовке этого ролика и изучение английского языка. Без знания английского иммигрировать в США будет не очень комфортно. А теперь начнем. Итак, первый способ, ну первый способ, это выиграть грин-карту. Грин-карта это удостоверение, которое дает вам право жить и работать в США. Штаты ежегодно проводят лотерею, в которой разыгрывается 55 тысяч таких удостоверений. Участвовать могут все образованные или работающие люди, которые живут в странах с низким уровнем иммиграции в США. Для этого нужно заполнить анкету на сайте американского правительства и ждать, когда компьютер случайным образом выберет победителя. Ну, по сути, это такая лотерея. Если вдруг вам повезло, шанс выиграть грин-карту примерно 1 к 200, то вам нужно будет заполнить кучу анкет, пройти медкомиссию, собрать огромный пакет документов и потом прийти на собеседование в посольство США. Если все пройдет хорошо, то можно будет распродавать имущество и переезжать жить в Америку. В этом году срок подачи заявок уже прошел, но можно попытать удачу в следующем году. Способ 2. Способ 2 это получить приглашение по работе. Если вы убедите какую-нибудь американскую компанию, что им нужен такой классный работник, как вы, то с ее помощью вы можете оформить себе рабочую визу. Есть два типа рабочих виз. H1B и L1. Виза H1B выдается квалифицированным работникам сроком на три года, но на них есть лимит. В год их могут оформить только 65 тысяч человек. Документы на визу за вас подает работодатель, при этом он должен доказать, что он не смог найти на обещанную вам должность подходящего американца. Виза L1 выдается менеджерам высшего звена, которые хотят открыть представителя своей компании в США. Если у вас есть своя компания с хорошим годовым оборотом и как минимум с тремя наемными работниками, то у вас есть все шансы ее получить. Для этого вам нужно будет собрать огромный пакет документов, переехать в США, сделать филиал прибыльным и тогда можно будет подавать на продление рабочей визы и получение уже дальше грин-карты. Способ 3. Быть гомосексуалистом. Если вы гомосексуалист и вас притесняют, то вы можете попросить США о предоставлении вам убежища. Для этого вам нужно будет приехать в Штаты по обычной туристической визе и подать соответствующее заявление в службу гражданства и миграции. При этом вам нужно будет доказать, что в родной стране вы подвергаетесь преследованием или можете подвергнуться преследованием в будущем. В качестве доказательства подойдет задокументированное описание случаев насилия, избиения, убийства геев и трансгендеров. После подачи заявления вас вызовут на интервью и в зависимости от его исхода вам либо разрешат остаться в Штатах, либо отправят домой дальше подвергаться преследованиям и опасностям. Способ 4. Способ 4, наверное, самый простой для моих зрителей. Это быть талантливым. Я знаю, меня смотрят талантливые люди. Поэтому, если вы выдающийся музыкант, спортсмен, ученый, писатель, танцор, бизнесмен, если вы пишете классные посты, которые все лайкают, можете претендовать на визу О-1. Это еще один вид рабочей визы, подавать его должен американец, который хочет либо принять вас на работу, либо продвигать ваш талант в Штатах. Вам нужно будет предоставить все свидетельства своего таланта, грамоты, дипломы, записку от мамы, альбомы, картины, концерты. В общем, все ваши заслуги нужно будет подтвердить и несколько месяцев занимает рассмотрение заявки, если все получается, вам дают визу и можно смело переезжать в Штаты. Способ 5. Получить политическое убежище. Как и в случае с геей-миграцией, для получения убежища вам нужно будет доказать, что вашему благополучию на родине что-то угрожает. Нужно будет указать, кто именно вас притесняет, само государство или просто злые люди, от которых полиция отказывается вас защитить. Для подачи заявления подойдут случаи преследования из-за политических взглядов, религиозных убеждений, национальной принадлежности или принадлежности какой-либо социальной группы. После подачи заявления служба гражданства и миграции все тщательно проверит и потом сообщит вам о своем решении. Способ 6. Найти свою любовь. Найти свою любовь, выйти замуж или жениться. Вы можете заключить брак с гражданином Америки и потом подать прошение о грин карте. Есть даже специальные посредники, которые за определенную сумму найдут вам пару. Но на интервью перед оформлением грин карты вам нужно будет доказать, что ваш брак настоящий. Вы должны жить вместе, рассказывать одни и те же истории про совместный отпуск, ездить в гости к родителям друг друга, иметь общие счета, общих друзей, кучу совместных фотографий. На самом деле, да, это очень сложная тема, потому что многие пытаются по фиктивным бракам получить грин карту, поэтому очень тщательно всех проверяют. У меня несколько знакомых, у кого брак был настоящий, они рассказывали ужасы, когда спрашивают, как во время секса вы называете жену в постели. Ее тоже спрашивают, как на допросе в разных комнатах, и если ваши ответы не совпадают, то все. Ну и нужно доказывать чеки, квитанции, друзья, родственники вас должны, могут пригласить свидетелей, которые наблюдают, могут опросить соседей, где вы живете. Так что даже если вы вдруг решите заключить фиктивный брак, вам придется очень хорошо играть, подготовиться, и возможно вы даже полюбите вашего фиктивного супруга, и брак будет настоящим. А в случае, если фиктивность вашего брака раскроется, вас ждет пять лет тюрьмы и огромный штраф. Также при поиске фиктивного возлюбленного есть большой шанс нарваться на мошенников, которые кинут вас на деньги или начнут потом шантажировать. Поэтому лучший вариант это найти свою любовь, найти свою американскую половинку и переехать жить в Штаты. Седьмой способ – это пережить физические и психологические потрясения. Чтобы отсесть в Америке, можно попробовать оформить визу категории U. Ее также называют визой пострадавшего. Вам найдут ее в том случае, если вы стали жертвой или свидетелем серьезного преступления, совершенного на территории США. Это может быть насилие работодателя, похищение или убийство. Суть визы пострадавшего в том, что Америка предоставляет вам вид на жительство в обмен на помощь в раскрытии совершенного преступления. Срок действия этой визы 4 года, а к концу срока ее действия можно подать прошение на оформление грин-карты. Часто бывает так, что нелегалы платят кому-нибудь за то, что их специально пырнули, например, ножом на камеру. Поэтому, если вы решите по этому пути, то вам придется обзавестись хорошим адвокатом, который сможет потом в суде доказать, что вы не мошенник. В общем, если вы стали свидетелем какого-нибудь преступления или с вами что-то неприятное в Штатах случилось, это может быть поводом потом остаться и получить грин-карту. Восьмой способ это продлить просто туристическую визу. Если срок действия вашей визы истекает, вы можете подать прошение о ее повторной выдаче. В некоторых случаях ее можно получить без собеседования. Все, что нужно сделать, это оплатить консульский сбор, заполнить электронные заявления, собрать все необходимые документы, отнести их в офис Pony Express. Если ваше заявление одобрит, то в скором времени курьерская служба вернет вам ваш загран с новенькой визой. Единственная проблема, конечно, по туристической визе вы можете только путешествовать, вы не сможете работать. И там куча других ограничений, поэтому так себе способ. Способ девять это стать студентом. Учиться, учиться и еще раз учиться. Студенческая виза F1. Ее можно получить для обучения в университетах США или на языковых курсах. Чтобы ее оформить, помимо стандартных документов, вам нужно будет собрать все ваши дипломы, сертификаты о сдаче экзаменов, приглашение из вуза, переписку с научным руководителем, разные научные публикации. На собеседовании в посольстве вам нужно будет убедить интервьюеров в том, что вы действительно жаждете учиться, а после окончания вашего обучения вернетесь на родину, чтобы применить полученные знания у себя дома на практике. Способ десять это инвестировать в американский бизнес. Если у вас много денег, то двери калиточка в Штаты приоткроется вам. Право жить и работать в США дает виза EB-5, ее дают предпринимателям, которые решают инвестировать деньги в бизнес США. Необходимая сумма инвестирования рассчитывается в зависимости от местонахождения и типа компании. В среднем она должна составить примерно миллион долларов, но может сократиться в два раза, если вы вкладываете, например, в слабо развитые и малонаселенные регионы США. Ваше вложение должно создать 10 рабочих мест и как минимум быть на два года. Ну вот и все, друзья, вам остается только выбрать, какой способ подходит именно вам. Ну и не помешает подучить английский. И пока я добрый и пытаюсь помочь вам перебраться в Штаты, давайте я вам заодно помогу и английский язык подучить. Все, что вам нужно сделать, это зайти на сайт Puzzle English и начать учиться. Там море разных упражнений, тренировок, тестов, обучающих видео, подкастов, игр и еще много всего. Преимущество в том, что вы можете пользоваться этим в любое время дня и ночи на компьютере или смартфоне. Не нужно искать преподавателей, назначать уроки, тратить кучу времени на нудную домашку. Есть пять минут, пока вы ждете, когда приедет ваш трамвай или доварится борщ. Зашли в приложение на телефоне, посмотрели отрывок из Шерлока, добавили пару новых слов себе в словарь, сделали небольшое упражнение на грамматику. Вот так понемногу вы будете заниматься каждый день и сами не заметьте, как через пару месяцев уже заговорите на английском. Давайте подробнее посмотрим, что есть на сайте. Начнем с разных заданий. Например, тут есть видеопазлы, это отрывки из популярных фильмов, сериалов, телепередач, интервью и выступлений. Сначала вы просто их смотрите, добавляя по ходу незнакомые слова в свой словарик прямо из титров. А теперь опять надо посмотреть то же самое видео, но уже без субтитров и на слух собирать фразы, которые в нем произносятся. Еще тут есть уроки, это небольшие обучающие видео по разным темам. Находите видео про нужное вам правило, смотрите его и выполняйте небольшое упражнение. Если что-то непонятно, можно задать в комментариях вопрос эксперту. Также тут есть тренажер, это небольшой тест на грамматику, который будет показывать вам какие темы у вас провисают. Еще есть транслейты, которые тренируют навык перевода с русского на английский. Выбирайте сложности, тему и получайте небольшой текст, который потом по предложениям переводите на английский. Еще есть несколько упражнений для расширения словарного запаса. Например, интервальные тренировки слов, которые вы будете добавлять в свой словарь. Тренировки проходят по специальному алгоритму, который помогает запомнить их быстро и надолго. Есть еще неплохое упражнение «Донетка», где вам дают слово на английском и его перевод, и вы должны быстро ответить, правильный он или нет. Что у нас дальше? Дальше у нас игры. Есть совсем несложные, типа переводилки дня, где вам дают шутку или мем на английском, и вы пишете свой вариант перевода. Есть игры посложнее, например, викторина «Дуэль умов», где вы можете соревноваться с друзьями или рандомными пользователями. Игра проходит в 6 раундов, каждая из которых на свою отдельную тему. Все вопросы и ответы, разумеется, на английском. Дальше у нас мастер-фраз. Самая классная, по-моему, игра. Вы смотрите короткий отрывок видео и пытаетесь на скорость набрать первые буквы всех слов, которые были в нем произнесены. Если вам этого мало, то тут еще есть подкасты, рассылки, караоке и куча разных интересных тестов. Мне особенно понравился один, где тебе дают прослушать строчку из какой-нибудь песни и выбрать правильный текст. Ну и самое главное, можно получить личный план изучения английского, если пройти тесты на знание языка, указать свои приоритетные цели и время, которые вы готовы выделять на занятия. Я свой уже получил. Ну вот в целом и все. Переходите на сайт Puzzle English, регистрируйтесь и занимайтесь с интересными и полезными упражнениями. Там есть разные тарифы и подписки в зависимости от того, какие задания вам больше всего нравятся. Или же можно сразу купить опцию «Все включено» и получить пожизненный доступ ко всем разделам сайта. Кстати, для моих подписчиков есть купон на скидку, подробности в описании. Не ленитесь и учите английский, пока есть возможность. Не важно, хотите вы перебраться в США или нет, английский в современном мире вам точно не помешает. Все, всем пока, полезные ссылки в описании. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни один новый выпуск. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok